Здравствуйте! На ТНТ «События дня» меня зовут Алена Закатаева и я расскажу вам о самых важных и интересных новостях областной столицы. Сегодня в выпуске. Круглые гранитные скамейки установят на обновленной площади Чайковского. Молодозелена будет в Кремлевском саду в эту среду. Новые гранитные скамейки и спортивная площадка с тренажерами появятся на площади Чайковского. Ее масштабное благоустройство идет в рамках партийного проекта «Городская среда». Накануне городские власти, представители партии «Единая Россия» и общественники проверили ход реализации работ на объекте и пообщались с жителями. Как идет ремонт оценила и наша съемочная группа. Все необходимое для первоначальных работ уже завезено. Щебень для подсыпки и новый бордюрный камень, который будет обрамлять тротуары и выложенную брусчаткой прогулочную зону в центре площади Чайковского. Работы идут ежедневно с утра до позднего вечера. Как подстраховываетесь по качеству предки? Где приобретать собираетесь? Какие требования к поставщика? Мы приобретаем уже у проверенного поставщика, с которым работаем уже больше 10 лет. И поэтому проблем нет, он никуда не пропадает, даже из кипитка. Вдруг случится такое, что она кажется некачественной, поставщик всегда готов поменять. Благоустройство площади Чайковского идет в рамках партийного проекта «Городская среда». Преобразить это общественное пространство предложили сами в Алакжане. Территория прошла конкурсный отбор и была включена в программу на этот год. Вот план ремонта. Здесь указано все до мелочей. Где будут дорожки, детская площадка и спортивный городок. Как будут выглядеть новые гранитные скамейки. Скамейка замкнутая, кольцевая. Поставлена по центру бульвара в количестве трех штук. Она антивандальная. Здесь в основании камень, плотная клеенная древесина. А еще установят 16 лавочек в таком же стиле и столько же урн. Все это изготавливается по спецзаказу. И хотя проект благоустройства очень подробный, в процессе работ появляются коррективы. Например, вот здесь, вдоль улицы Некрасова, в Алакжане протоптали тропу. Вроде бы и тротуар нужен, и деревья убирать не хочется. Многие жители выступают против уборки деревьев. То есть как бы зеленое насаждение не должно остаться. Если вы посмотрите на проект, то увидите, что детская площадка подростковая, спортивная, она организуется без вырубки деревьев, то есть в свободном пространстве. Кстати, как и детская площадка, которая ныне существующая, она точно так же была организована без удаления зеленых насаждений. Выход нашли тут же. Подрядчик предложил отсыпать здесь щебнем или гравием экотропу в окружении деревьев. Городские власти, общественности, представители партии «Единая Россия», которые курируют эту программу, интересуются каждой деталью, помогают решать любой вопрос. Партийцы несут персональную ответственность за ремонт каждой территории в рамках проекта. Мы знакомы с тем ходом работ, который предполагался. Мы знаем лично подрядчика, потому что он работает не первый год на объектах города. Стратегия выбрана, стратегия правильная, скажем. Мы будем следить за ходом выполнения работы. Прежде всего за качеством и сроками. Ведь ремонты этим летом идут в непростых погодных условиях. Чтобы выдержать график, рабочие используют буквально каждый час без дождя. Пока это удается, но контроль практически ежедневный. На работы подрядчик дает четырехлетнюю гарантию. Впрочем, благоустройство площади Чайковского на этом не закончится, обещают городские власти. Мы говорили, что при реализации программы «Комфортная городская среда» будет преследоваться принцип комплексности. И вокруг площади Чайковского те тротуары, пешеходные маршруты, дворовые территории, которые требуют ремонта, при формировании пятилетней программы до 2022 года, мы также будем участвовать. Напомним, это лишь одна из точек, где этим летом идет ремонт в рамках проекта «Городская среда». Также будет благоустроен Ковыренский парк и 51 дворовая территория. На это из бюджета федерации, области и города выделено 265 миллионов рублей. Мария Помилова, Алена Закатаева, Максим Тышковец. События дня. Сразу в нескольких местах, которые выберут сами волокжане, будут установлены новые скамейки от депутатов законодательного собрания. Областные парламентарии подарили их на юбилей Вологды. Сертификат парламентарии вручили 24 июня на площади революции. Скамейки уже начали изготавливать, а сейчас волокжанам предстоит решить, где они будут установлены. Голосование, объявленное на сайте городской администрации, продлится до 17 июля. В списке 10 скверов и зеленых зон Вологды, по которым от жителей поступали заявки на установку лавочек и скамеек. Около 300 волокжан уже выразили свое мнение. В тройке лидеров на данный момент сквер 825-летия Вологды в Заречье, бульвар на улице Мира и сквер у памятника маршалу Коневу. По итогам голосования будет выбрано, скорее всего, несколько мест, потому что скамеек 34 и хватит в несколько зеленых зон установить. Уже готовы основания для семи скамеек. Голосование пройдет сразу, начнется установка скамеек. Скамейки будут такого же типа, как те, что установлены в Пушкинском сквере на площади Революции, на бетонном основании из деревянных риек. На каждой из скамеек будет две золоченые надписи. С одной стороны 870, с другой – ЗСО. Анна Богачева, Алена Закатаева, Михаил Протасов. События дня. Молода зелена будет завтра в Кремлевском саду. Там пройдет первый экологический молодежный фестиваль. Организаторы приглашают всех желающих. Подробнее Ангелина Естафеева. Стать участником Эко-квеста, получить ящик мороженого за макулатуру в конкурсе «Эко-бум» и присоединиться к зеленому флеш-мобу смогут в Вологжане 12 июля в Кремлевском саду. В Вологде пройдет первый городской экологический молодежный фестиваль «Молода зелена». Его цель – в игровой и познавательной форме приобщить Вологжан к экокультуре. К реализации фестиваля подключились Общероссийский народный фронт, молодежный центр «Горком-35» и городской клуб «Счастливая семья». Мы постарались его содержание сформировать таким образом, чтобы мероприятие было полезно всем – и детям, и молодым семьям, и людям старшего поколения. Будет работать огромное количество интерактивных площадок. Это какие-то образовательные площадки, которые будут рассказывать об экологических городских проектах. Это и, конечно же, выставка ярмарка мастеров, и также огромное количество детских активностей. В фестиваль настольных игр, кастинг юных моделей и конкурс стихов о природе. На семейном пикнике малыши смогут не только поиграть, но и получить призы за свою активность. А для взрослых – более 40 конкурсов, мастер-классов и игр. Молодые любители природы смогут принять участие в экоквесте. Для этого нужно заранее зарегистрировать свою команду в группе фестиваля в социальной сети. Если прийти с элементом зеленого в одежде, можно поучаствовать в танцевальном флэш-мобе «Танец зеленых». А идеи использования льна, необычных принтов и даже стекла в одежде в Вологжане смогут почерпнуть из показа коллекций театра моды «Истоки». В «Зеленую страну» Кремлевский сад превратится в 17 часов. Далее короткая реклама. Смотрите сразу после нее. Новое лабораторное оборудование закупят в четыре вологодские школы. Цветочный арт-объект появился в микрорайоне Бывалова. Это событие дня на ТНТ. Продолжаем выпуск. В четырех школах Вологды появится современное лабораторное оборудование для кабинетов физики, биологии и информатики. Оно поступит в новом учебном году в школы номер 8, 14, 30 и 37. На это будут направлены областные средства – около 13 миллионов рублей. Ранее в эти же образовательные учреждения было приобретено оборудование для кабинетов химии. Но централизованных поставок в школы города лабораторного оборудования не было достаточно давно. Оно необходимо для проведения уроков, так и для внеурочной и кружковой деятельности. Создание удобных и современных условий для обучения школьников – одна из приоритетных задач, поставленных президентом страны. В полной мере это возможно лишь при совершенствовании материально-технической базы школ. Так, в этом году средства областного бюджета почти 29,5 миллионов рублей направят для закупки учебников. Они будут приобретены для 10 класса гимназии номер 2, для 8 и 9 классов школ обучающих по программам опережающего развития и для 7 классов всех школ города. Также за счет этих средств будут восполнены недостающие комплекты учебников в школах, где произошел прирост обучающихся. А сейчас короткой строкой о самых интересных новостях за сегодняшний день. Пистолет времен Великой Отечественной войны издала жительница Санкт-Петербурга вологодским силовикам. Разбирая вещи покойного отца, женщина нашла в ящике письменного стола пистолеты 7 патронов. Инспекторы установили, что это пистолет ТТ 1943 года выпуска в исправном состоянии. На учете оружия не стояло, сейчас пистолеты и боеприпасы направлены на утилизацию. Всего за время проведения профилактического мероприятия по приему незарегистрированного оружия жители области сдали 12 единиц оружия. Напомним, за его незаконное хранение грозит уголовная ответственность, до 4 лет лишения свободы. Если сдать оружие добровольно, уголовного преследования удастся избежать. Экономные путешествия выбирают россияне этим летом, но совсем от путешествия отказаться не готовы, в отличие от прошлого сезона. Об этом свидетельствуют данные социологических опросов. Прошлое лето многие россияне провели дома или на даче. В этом году число домоседов сокращается, зато растет число тех, кто планирует поездки по России или в страны ближнего зарубежья. Бюджет на отпуск, по данным социологов, у большинства россиян этим летом составляет от 10 до 30 тысяч рублей. Чтобы сэкономить, более трети отпускников предпочитают отказаться от услуг турагентства. Каждый четвертый просматривает большее число предложений по билетам гостиницам и турам. Каждый пятый выбирает более доступную страну для путешествий. Все большую популярность набирают и путешествия на автомобиле. Газоны в центре Вологды повторно приводят в порядок. Сегодня коммунальные службы занимаются покосом травы на площади Революции. После этого они перейдут на прилегающие улицы – Пушкинскую, Советский проспект, Марии Ульяновой, Лермонтова, Ленина. Всего коммунальщики окашивают траву на 300 гектарах городских газонов. Сейчас начался уже вторичный покос. Напомним, сначала бригады работают в центральной части областной столицы, после чего переходят в микрорайоны. Семьи с двумя детьми и более, а также те, кто покупают автомобиль впервые, получат право на льготу. В соответствии с постановлением правительства по двум новым программам автокредитования – семейный автомобиль и первый автомобиль – будет предоставляться право на единовременную скидку в размере 10% от стоимости машины. Всего планируется реализовать в этом году более 58 тысяч автомобилей в кредит по льготной ставке. Распоряжением правительства уже выделены 3 миллиарда 750 миллионов рублей для предоставления скидки. Ни один шедевр ландшафтного дизайна не останется без внимания. По новым правилам проходит в этом году проект «Цветущий город», в рамках которого в Алакжане обустраивают цветники во дворах на предприятиях, около учебных заведений. Предварительно работы участников оценивают экспертные комиссии, созданные в каждом микрорайоне. А лучшие работы рекомендуют для общегородского этапа. Некоторые конкурсные работы увидела и наша съемочная группа. Колодец без воды, разноцветные резиновые сапоги на плетне и мини-клумба в калошах. Бываловскую деревеньку у третьей школы начали создавать еще в мае. Но и сейчас ребята продолжают работать – полоть, рыхлить, подсаживать новые растения. Пока здесь только цветы – бархатцы, петуньи, бегонии. Но скоро на этом пеньке поселятся два пластмассовых поросенка. И вот то, что сейчас вы видите, это совместная работа родителей, детей, учителей. Необычный, конечно же, плетень. Для того, чтобы выполнить его, пришлось поискать в интернете технологию изготовления плетня. Александра Копина уже практически эксперт в вопросах цветоводства. Двор на Ярославской 17А, где она оборудовала клумбы, больше похож на оранжерею. Едва одни растения цветают, другие набирают цвет. Поэтому все лето здесь ярко. В самом красивом летнем проекте Волокжанка участвовала неоднократно. А на этот раз вошла в состав экспертной группы. В этом году в каждом микрорайоне сформированы свои конкурсные комиссии, которые предварительно оценивают цветущие дворы. Более объективно и более качественно оценить те заявки на сегодняшний день во всех микрорайонах города в ТОСах созданы специальные экспертные комиссии, которые будут проводить работу по оценке. Именно эти комиссии будут рекомендовать оргкомитету наиболее, с их точки зрения, яркие, наиболее интересные объекты, которые можно будет уже включить на уровень городской. Заявки на конкурс можно подать в пяти номинациях. Комиссия оценивает системность работы, оригинальность исполнения и общий вид. Подать заявку можно до конца августа в Центре по работе с населением и на официальном сайте администрации города «Волок да Портал». Итоги проекта подведут в сентябре. Ангелина Евстафеева, Максим Тышковец. События дня. На этом у меня все. С вами была Алена Закатаева. Смотрите «События дня» на ТНТ. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!